Привет! Давай-ка я расскажу, что такое ми минор. Ми минор — это гамма, состоящая из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь нот. Звучит оно примерно вот так. Это «туда-сюда». Это минор. Он как бы грустный, как нам говорят в музыкальных школах для детей, который называется «дэ-мэ-ша». И на фоне этой гаммы, которая выглядит, как вы сейчас увидите на экране, на фоне этой гаммы можно создать кучу рифов в ми миноре, которые будут немножко создавать оскомину, потому что ми минор — это тональность, гамма, которая заебала уже всех, всякими металлическими потугами. Ну, например, значит, на базе ми минора можно создать кучу рифов. Особенно, когда мы можем этот ми минор раскидать, допустим, по шестой струне полностью. То есть получается... Ну, после двенадцатого лада, естественно, это все повторяется. Вот. Что я хотел сказать. Можно создавать рифы по этой гамме. Например, сейчас вот покажу. Что-нибудь от болды вообще. А, ну, начнем. Неправда уже заебала конкретно. Но оно имеет право на существование в каких-то вкусных моментах. Как бы нельзя заморачиваться о том, чтобы у нас вся композиция была в ми миноре. Да. Поэтому. Еще раз покажу, почему оно так оскоминно звучит. Смотрим. Или там, что там играет. Что там дальше? После двенадцатого лада все то же самое. Это... Этим вишат часто дэд-металисты. Просто металисты и олдскульчики. Потому что, допустим, не знаю, таких гамм, как... Точнее, ладов фриейского, дарейского и так далее. Но. Это все-таки имеет право на существование. Мы это не будем отрицать. Но забудьте про ми минор. Почему я рассказал про ми? Потому что открытая струна на стандартном строе гитары это ми. Так вот, блядь. Если мы будем эту аппликатуру, которая вот так вот звучит... Перемещая, как бы, указательный палец и создавая порожек указательным пальцем, мы будем иметь фа минор. Фа диез. Фа диез минор получается. Апликатура остается та же самая. То же самое. Ля минор. Методом октавных перестановок мы можем, естественно, раскидать это и на струнные дисканты. То есть, высокие. Что еще я хотел сказать по этому поводу. Значит, есть куча гамм. Но минорную аппликатуру в классическом ее смысле я сейчас уже показал. То есть, передвигая ее по ладам, мы имеем какую-то гамму. По-моему, все. Что еще можно сказать? Да, экспериментируйте. Зная эту гамму, просто будет проще подбирать какие-то мелодии. Ну, все. Я все сказал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин